Привет! Сегодня думал записать вам ролик в кабинете, что-то рассказать интересное, даже, представляете, поставил обогреватель, потому что холодно в кабинете, но осознал, что время-то уже не детское и пора ехать на тренировку, поэтому записываю видео, я в зале, друзья, собрал для себя некоторые ништяки, не только для себя, у меня здесь посмотрите, какие красивые штучки, которые можно найти на сайте geneticshock.ru Ты будешь фокусироваться или нет? Чуть-то у меня какие-то проблемы. Ладно. Опа! В общем, клёный самотекс, сайт geneticshop.ru, документы надо не забыть. У вас иногда возникают вопросы, где все футболки, почему нет футболок на сайте, как купить футболки. Я вам скажу, почему нет футболок на сайте. Потому что, потому что футболки все стоят вот здесь, футболки стоят вот здесь, футболки стоят вот там еще. И еще футболки в соседнем кабинете. Их привезли, их даже пересчитать пока не могут, работы просто ввал, ребята, заказов немереное количество. Мы с футболками разберемся обязательно и в первую очередь на genetic shop их выставим. Вот прям честно. Причем, как только мы их пересчитаем, выложим на сайт, я вам сделаю на два дня какую-нибудь дичайшую скидку на футболки. Вот так вот. Я, если бы пришел, то в кабинет сюда чисто для того, чтобы взять футболку на тренировку. А у вас есть такое, что когда приходите в зал, у вас есть любимый шкафчик? Вот у меня, не знаю, какая причина, я почему-то люблю в одном и том же месте переодеваться, то у меня перед тренировкой будет. Вот такой вот шейкер, там, мне кажется, видно порошок на дне. Здесь 15 грамм BCAA, 5 грамм галлютамина, L-карнитин, креатин и еще МСТ масла для энергии. А сейчас я сижу без углеводов. Это во время тренировки будет у меня идти. И Rage Pro, это предтренировочный комплекс. Он пойдет в самом начале. Вот сейчас я пойду за водой в коридор схожу. Тяжело без углей. Тяжело. Тяжело, но надеюсь, что все не зря, все не просто так. Я чуть-чуть попозже вам расскажу, почему же я не кушаю углевода. А сегодня мы с вами узнаем вообще, как добиться того, чтобы живот у вас был какой-то вот такой вот болезнью в виде нехватки жира на животе. И мы разберемся с вами, насколько бесполезно делать кардио, чтобы похудеть. Принимаю предтренировку с таким способом своеобразным немного, чтобы не таскать с собой еще один, третий шейкер. Потому что в одном шейкере у меня протеин с собой, 4 порции в день изолята я выпиваю. Вру. 6 порций изолята в день я выпиваю, 2 утром, еще 4 в течение дня. Отдельный шейкер у меня видели, где на тонировку насыпаны БЦА и все остальное. И вот чтобы еще предтренировать, так сказать, в отдельном, предтренировать его таким образом. Пью я воду всегда комнатной температуры. Против того, чтобы вы пили холодную воду, огромное количество тому есть причин. Поберегите себя, послушайте меня. Если в зале есть возможность скульдера набирать холодную воду и горячую, всегда разбавляйте, делайте воду теплой. Это будет полезно для вас и даже для вашего прогресса. Есть определенные бонусы в этом. Ну что ж, мне пришло время переодеваться. Увидимся уже на кардио и побеседуем о том, какая это бесполезная вещь. Ну что, как и говорил, первым делом на разминку я иду в кардио-зону. И чтобы картинка была постабильнее, заберусь я на какой-нибудь велотренажер, мимо которого, надеюсь, никто не будет ходить и нахрен мне не собьет камеру. Чтобы похудеть, нужно делать кардио. Часто вы это слышите от блогеров, часто это вам заявляют в спортивных статьях. Но так ли это на самом деле? Много исследований. Действительно, по этим исследованиям, группы людей, которые выполняли кардио-нагрузки, худели лучше, чем те люди, которые кардио не выполняли. И в детстве. Это очень удивительно. Люди, у которых был высший расход энергии, худели. Потрясающе. И тут мы приходим к самому главному. Мы худеем при недостатке калорий, для обеспечения организма энергией. И кардио здесь, как таковое, не самый эффективный инструмент. Именно для сброса лишнего веса. Я не отрицаю важность и необходимость пользу кардио-нагрузок. Ведь действительно, сейчас я сам на кардио, и это не после тренировки. Я еще не начал заниматься. Это разминка. Я включаю в работу сердечно-студистую систему. Я подготавливаю организм предстоящей нагрузки. Иду я сейчас в сборку 15 градусов с скоростью 3,8. Это весьма адекватная, комфортная для меня скорость движения. Итак, по исследованиям группы, выполняющие кардио в худеях. Просто потому, что у них высший расход энергии. Из этого мы можем понять, что кардио – это лишь дополнительная возможность потратить энергию. Итак, насколько же это эффективно? Если мы сравним силовую нагрузку и кардио, то силовые тренировки гораздо сильнее расходов калорий в процессе выполнения работы. И, кроме того, силовые нагрузки заставляют вас худеть и после выполнения тренировки. А энергиообмененцы от липидов во время кардио в большей своей части отсутствляется именно во время выполнения своего кардио. Поэтому трудить без кардио можно, однозначно. Хорошим примером тому является, многие, думаю, еще помнят, а многие знают, Александра Кадзоева. Абсолютного чемпиона Арнольд Классик. Обладатель от профкарты, наркратного чемпиона России и всех турниров, где он только выходил. Потому что он всегда побеждал. Арнольд Классик в Каламбусе, США. Он выиграл, не делал кардио вообще. На подготовке он его не делал. И все знают качество и уровень, которым выступал Александр. Поэтому кардио не самое главное. Если вы ограничены во времени, я вам даже так скажу, лучше сделать дополнительную суставовую тренировку в целях похудения. Это будет эффективнее. Кардио уже нужно в свою очередь представлять и рассматривать в основной своей частью как дополнительные возможности тратить калории, как тренировку сердечно-сосудистой системы, как усиление общего метаболического сдвига за счет кардио нагрузки. Самое главное в сбросе лишнего веса – это дефицит калорий. Но дефицит – это стресс. Любой стресс должен быть нормирован. Поэтому очень важно понимать и здраво оценивать, в каком дефиците вы находитесь. Если вы раньше не ели без половины калорий и вдруг перейдете на 800, то, скорее всего, вы получите торможение обмена веществ, сокращение объема мышечной массы и абсолютно неизменное состояние по количеству жира. То есть, скорее всего, вы лицо станете еще хуже, потому что вы же в действительности оцениваете себя и окружающие люди оценивают вас, не исходя из количества вашего жира в килограммах, а исходя из пропорций в процентах вашей мышечной массы в жировой ткани. Поэтому, если мышцы по количеству упадут, а жир останется как раньше, будете выглядеть вы хуже. Поэтому для многих, например, девчонок, важнее не начать худеть, а наоборот, значит, правильно питаться и набирать мышечную массу. Станет вам более подтянутыми и выглядеть будут более стройными, потому что процентное соотношение жира в организме у них упадет. Но моя разумка подходит к концу, и поэтому мне пора отправляться на тренировку груди. Намазываю я скрывающей мазью. Как помните, вот сейчас прошло буквально 100 дней после... Не, еще не прошло, скоро. Скоро 100 дней после операции. Об этом уже в следующих роликах вы, думаю, скоро узнаете более подробно. Ну что, вот я. Уже тренирую грудь. Неплохо я размялся. Довольно-таки не плохое качество. Работаю, где-то 20 повторений. Гантели сейчас по 40 фунтов. Это совсем немножко. Это 18 килограмм. Для особо тупых кочек, как и я, есть табличка. Но про декабря, кажется, на меня фокусируется ищет. Мне бы даже в зеркале. Ну вот, ну, там перевод. В принципе, гантели идут хорошо. Сейчас я, наверное, возьму гантели по 65 фунтов. И поработаю с ними. Я уже сделал больше 150 повторений суммарно. Думаю, это достаточно для разминки грудных. Кому интересно, делать страшно. Да. Грудь болит, да. Болит и правая рваная. Одно ощущение. Болит и левая. Потому что я чувствую, там тоже какие-то есть проблемы. Думаю, сейчас я возьму даже по 75. 75 килограмм я не нашел. Поэтому будут гантели по 80. Ой, килограмм. Фунтов. С весами, которые мне кажутся тяжелыми, я пока не работаю. Не то, что до отказа. В принципе, даже около наступления сильного стресса. Потому что побаиваюсь до какого-то степени повышенной интенсивности. Я сейчас дохожу все-таки к количеству повторений. Медленной скоростью выполнения с меньшими весами рабочими. Ну, а я, собственно, решил пойти и пожать. Вижу, там кто-то делает сейчас грудь. И там весь висит. 50 килограмм. Гантель я сделал 3 подхода с гантельками по 80 фунтов. По 16-18 повторений. Ну, 2 по 18, короче, 1 по 16. И сейчас возьму немножко штангу и раз на 20 бахну. Вот, ну и что, теперь немножко изоляции. Думаю, что это будут кроссоверы на блоке. И потом уже кардио, от которого я не похудею. Если говорить серьезно, ребят, то я уже в прошлом ролике, который вы могли видеть из Финляндии, сказал, не знаю почему, на меня ходьба, бег, любое кардио действует потрясающе. Я откровенно вижу эффективность. Возможно, это банальность повышенного энергорасхода. И все. Но для меня это полезно. Мне нравится. Решать вам. Однозначно. Хорошую форму вы можете сделать всегда, при любых условиях. С кардио, без кардио. Главное. Не торопиться. Очень важно делать все разумно. Считать. Понимать, что вы делаете. Если не понимаете сами, обращайтесь к специалистам. Хотите? Обращайтесь ко мне. Мой инстаграм внизу. Пишите в директ. Если у вас вопросы будут умные, я всегда отвечу вам бесплатно. Просто. Но не думайте, что я для вас Яндекс. На всякую тупую дичь отвечать не хочу. Потому что, правда, я чувствую это оскорблением. Это то, что вам может отстать Яндекс в первой строке. Запрос, когда вы задаете первый ответ. Ну, некрасиво меня отвлекать. Понимаете? Если вопрос сложный, я с удовольствием отвечу. Ну, а если вы... О, какой красивый вид. Ну, а если вы хотите полноценное ведение, получение высоких результатов спортивных, вы можете ко мне обратиться и стать одним из моих учеников. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. Сделайте палец вверх, если понравилось. Жду ваши комментарии вообще. Делаете ли вы кардио и какой эффект вы от него получаете. Если видео понравилось, особенно важно рассказать вам друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok